Здравствуйте, дорогие слушатели канала Бурят Монгол Архетен. Возможно, многие из вас уже в курсе о том, что недавно прошло два очень важных мероприятия. Первое – это 11-й форум свободных народов пост-России, который прошел в Вильнюсе 14 июня в Литве, а также первый форум Лиги Свободных Наций, который прошел в Вашингтоне. В программу форума входило обсуждение следующих тем – реконструкция и структурная трансформация. постпутинской России, где империализация и деколонизация, депутинизация и демилитаризация, демилитаризация и динуклеаризация и экономика социальных изменений будущих государств пост-России. Я сегодня пригласила Раджана Дугар-де-Понте и Ренчина Гамбоева от канала «Республика Бурятия» рассказать немного об этих мероприятиях и о своих впечатлениях. Сначала я расскажу, наверное, про конгресс, потому что он был в самом начале апреля, входил 5-6 апреля в Эстонии, в большом городе ОТЭПЯ. Это, в общем-то, первый конгресс Лиги. Формат конгресса отличался от формата форума, потому что Лига Свободных Наций – это организация, которая объединяет национальные и региональные движения, которые борются за независимость. И Лига возникла в начале 2022 года, весной, после полномасштабного вторжения России в Украину. И тогда не только у бурят, но и вообще у всех, наверное, народов, которые проживают в России, оказались под этой, так сказать, пятой имперской. Начало просыпаться вот это вот самосознание, не только у лидеров национальных движений, но вообще у людей, которые являются выходцами из наших республик, из территорий, потому что война, вот эта полномасштабная война, она стала, наверное, последней каплей для всех нас. И именно эта беда объединила нас. Поэтому вот в это тяжёлое время надежда, лучом надежды вот как раз стала эта организация, которая нас объединила. Потому что у нас появилась цель, и эта цель светлая, эта цель – жизнь и счастье наших народов, нашей земли, нашей Родины. И я не буду говорить «балой Родины», потому что, ну, как сказать, у нас у всех есть Родина, за которую мы боремся, за то, чтобы эта Родина жила. Это Родина Бурятия, Саха, Татарстан, Башкортостан. В общем-то, может возникнуть вопрос, почему первый конгресс собрался только через два года. Но дело в том, что вот все эти годы, два года, мы не сидели просто так. Мы работали так, мы проводили мероприятия, проводили акции, мы проводили круглые столы, а также занимались разработкой документов, уставных документов. И основной, наверное, целью этого конгресса было не только встретиться нам всем, посмотреть друг на друга, пожать руки. Это было, конечно, здорово, наконец-то увидеться вживую. Но также принятие этих уставных документов и установление связей между нашими регионами, между нашими движениями, ну, такой уже более живой, крепкой связи. И также установление связей, например, с политиками скандинавских стран и балтийских стран. Ну, в этом случае мы говорим про Эстонию, потому что делегация Лиги была принята в Министерстве иностранных дел Эстонии. Мы встречались с представителями гражданского общества, они также присутствовали на Конгрессе. И здесь я хотела бы просто отметить роль Уралик Сента и руководителя Уралик Сента Оливера Лоуде, который огромную работу проделал, помог нам в организации Конгресса, также в приглашении гостей. Например, на Конгрессе присутствовал один из авторов Конституции Эстонии Юрий Адамс. Это уже пожилой очень человек, но вот он, тем не менее, приехал и присутствовал на этом Конгрессе. Это, конечно, дорогого стоит. Прошло 10 формов в Брюсселе, был в Японии. Где еще? В каких странах проходили? На самом деле в Америке второй раз был, потому что год назад также был в Вашингтоне, в Филадельфии, в Нью-Йорке. А в этот раз был только один день в Вашингтоне, да. Вот в Риме, кстати, тоже был. Я так поняла, что в этот раз это же было в сотрудничестве, с сотрудничеством с Джеймс... Как его там... Джеймс Таун Фаундейшн. Джеймс Таун Фаундейшн, это очень уважаемая организация. Этот аналитический центр является таким серьезным игроком политическим, имеет большие связи с правительством американским. То есть я так поняла, что этот форум был уже как-то на более высоком уровне организован. Так ли я? Правильно ли я поняла? Вот, например, в прошлом году послы, бывшие послы, не приходили, не пришли на этот форум. А в этом году они пришли все-таки. То есть была панель, последняя панель, она была как раз с участием директора Джеймс Таун Фаундейшн, также директора Атлантик Каунсел. Они все бывшие, ну не всем, по-моему, практически все вот эти вот участники, да, работали в свое время посланий в США, в разных странах. Значит, там был посол в Украине, бывший, там был также представитель дипломатического колоса. Как раз вот директор Джеймс Таун Фаундейшн, он специалист по Китаю. Ну, то есть такой высокий уровень на самом деле, действительно. Что, может быть, Иринчей сейчас поделится впечатлением? Ну, я участвовал, я вот про Лигу нации только вот через вас узнал, что Раджана сейчас рассказывает, что они уже реально через два года встретились уже почтно, да, можно сказать. Я, ну, так, в целом следил, то есть появился YouTube-канал, по-моему, да, Лига свободных нации, как я вижу. Ну, так, сравнительно, недавно он, по-моему, появился, да, там проводится, видео размещается. Я вот в последнем видео, по-моему, видел с представителями Инген-Маландии, по-моему, что ли, Максима Кузахмеда, по-моему, что-то там кого-то инфриировал, по-моему. С Саидом Исмогиловым последний, по-моему. А, Русланом Айсимовым, по-моему, я видел. Руслан Айсимов был, да? Он там что-то там пообъяснял, потому что он, по-моему, историк, по-моему, да, Руслан Айсимов? Ну, да, у него есть как бы передача на канале. То есть Свободный Ингри тоже входит, да, получается, в вашу лигу, да? Да. Или они не входят? Входит тоже. Входит, да, да. Значит, Ингер-Маланское движение входит из регионалистов и Балтийская республиканская партия. Балтийская. А представители Ингер-Маландии на форуме уже в Вашингтоне, ну, понятно, это Угрюмов был, по-моему, да, Денис Угрюмов? А от Балтийской республики тоже был сейчас, да? Кто-то, если не помню. Да, но у нас вот как бы европейский представитель как раз входит в регион. Да, в этом году я не был спикером, потому что я так понял, что ограничено было место, так как все-таки это было не три дня, а один день. Все-таки в прошлом году это было три или четыре дня даже, по-моему. Я должен был тоже с самого начала участвовать, но у меня не получилось. Я приехал только в Нью-Йорк и там выступил. Мы как раз с Раджаной там и познакомились в прошлом году. Вот. А в этом году просто я представитель как канала Республика Бурятия, как, ну, все-таки, своего рода медиа, скажем так. Ну, решил все-таки как-то осветить это, насколько у меня, конечно, получилось. Я не журналист, я несколько по образованию журналист. Ну, в общем, вот я Тому показал, то есть там параллельно же велась твоя трансляция, ну, и я тоже вел его трансляцию в прямом эфире. И как раз с Раджаном там выступал. И да, действительно, там, представительство действительно было очень такое солидное в этом году. Я еще видела, помню, что Раджану вы там разговаривали с корреспонденткой, да, вот такая вот женщина в возрасте была. Она, какое-то у нее было одеяние какое-то монгольское или что-то такое. У нее расскажите, это кто она интересная. Это антрополог Марджери Балзер. Она занимается изучением Саха, Якутии, шуманизма, вот, но она приезжала также и в Бурятию, у нас также бывала. Ну, я, например, с ней не знакома была, только заочно. Вот, и как раз познакомились там. вот, она там работала, по-моему, она в Джорджтаун университете работает. Она по-русски говорит, я не видел, что вы разговаривали по-русски. Да, да, по-русски говорит. Там также я разговаривал с представительницей польской, как сказать, исследовательского центра. Это было экспертное сообщество, да, было представлено достаточно так тоже. широко. Тот же, например, Оливер Лоуде был там, и он участвовал вот в европейской фанели. Понятно. Ну, вот я бы хотела просто сказать разницу между тем, что такое Лига, да, свободных наций и форум свободных народов, потому что часто люди путают эти две организации по, как бы, схожести названий. Но, вот, Лига свободных наций это организация. Мы действуем не только во время конгрессов, да, мы действуем между какими-то встречами, то есть постоянно у нас идут встречи, там, у нас есть президиум, есть разные, как бы, направления, люди ответственные за разные направления работают, да, те же СМИ мы развиваем и так далее. а есть форум, форум это просто вот площадка, можно сказать, как конференция, может быть, да, куда просто приезжают представители различных движений, эксперты и выступают, и говорят, например, о том, как они видят будущее своих регионов, члены Лиги, многие постоянно, являются также постоянными участниками форума свободных народов в Кост-России. Вот, в общем-то, вот мы как бы параллельно вот так вот развиваемся. Если можно, ты можешь рассказать немножко о программе, да, вот было дано слово всем представителям разных регионов и республик, и они рассказывали о своей перспективе и о своих планах. Может быть, самые яркие моменты какие-то? То, что я заметил, да, значит, из форума форума обычно всегда увеличивается количество представителей разных народов и наций на территории, которые живут на территории нынешних российских федераций. Поэтому очень было яркое выступление представителя Удмурти, республики, по-моему, да. Раньше я представителя Удмурти точно не видел на форумах в государствах постросновей. И еще, что я вот лично уже познакомился с делегацией от Сеченской республики Ичкерия. Но это, конечно, совсем другой уровень у них строительства, потому что они все-таки уже считаются правительством в изгнании. Там, по-моему, как раз из Канады была представитель Ичкерия выступала. И еще был, по-моему, что-то там Конгресс народов Кавказа, что-то такое, да, в Роник потому что я так понял, что Кавказские республики Ингушетия, Дагестан, они все-таки больше настроены, если будет, не если, а когда будет распад вот этого так называемой России, да, то они, представители Ичкерия разговаривал, что они предполагают, что у них будет конфедерация кавказских народов. То есть такие жесткие границы между республиками они устанавливать не будут, а все-таки подружески будут. Но все-таки это регион такой похожий по менталитету, похожий по, скажем, по религии большей части там все мусульмане проживают, да, и в общем у них такое вот такое видение по крайней мере дальнейшего пост-российского состояния нового государства. Вот это я узнал. Такие моменты. Ну и, конечно, представительными уральской республики, там, как бы, я, 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 слава, да, был. Тоже интересно. Удивляет, что представители, так называемых, не национальных представителей, да, что мы там, буряты, саха и так далее, а вот именно регионалисты, что-то, типа вот, Ингрий и так далее, там, Денис Угримов, они тоже не хотят быть под московским игом, тоже стали понимать, что они тоже находятся в колониальной зависимости от Москвы, то есть, хотя, казалось бы, ну, ментально вроде бы, ну, у них нету, как бы, задачи сохраниться у языка, да, у регионалиста, но у них есть задача жить, ну, как люди, правильно же, то есть. Да, но я бы на их месте тоже очень сильно бы озаботилась проблемой ребрендинга. Ну, это будет, там, русских в мире. Да, я бы очень хотела в какой-нибудь Ингре или там, что угодно бы. Нет, дело не в этом, они в дело, когда Путин, помните, выступал, как там, с этим, с пропагандистом, таким высоким, там, с журналистом, он же когда, говорил, что, типа, западные страны хотят развалить Россию, чтобы исчезли русские, а появились какие-то уральцы, там, не знаю, ингер-маланцы, там, не знаю, новгородцы, и так далее, там, псковские, там, и так далее, то есть, ну, как и раньше и было, на самом деле, до вот этого московицкого государства, агрессивного появления этого государства, так оно и было, они же вдруг, вдруг многие стали начинать смотреть, и не смотреть, а изучать историю, не ту историю, которая официально была, не, не, мягко говоря, неправдивая, а лживая, даже, так скажем, да, написанная под указ у этих правителей российских, по-моему, ну, Даржанна больше знает, это было написано первой историей, по-моему, при Петре Первом, я так понял, да, русская история, так называемая, ингерская, конечно, а на самом деле, вот эти московиты, к сожалению, они по отношению к своим же славянам провели просто агрессивную, геноцидную, экспансионистскую политику, то есть, вот эти вот княжества, объединив московское государство после, после влияния Золотой Орды, они вот, можно сказать, воспользовались вот этим вот, то есть, теперь, типа, Ордынский царь теперь в Москве, как они стали говорить, теперь мы царь, типа, ну, Москва, вот и все. Все это было неправильно, все это было в нарушении той же языки Чингисхана, да, как мы считаем, то есть, они, можно сказать, самозванцы, московицы. Ну, вот, такое впечатление меня от форума было, я думаю, следующий форум, я так понял, пройдет в Южной Корее, Тайване, да, вот, в азиатском регионе, тоже будет, наверное, там еще интересно встретиться, наши бурятские там представители Южной Кореи есть, вроде бы сейчас собираются тоже участвовать в это, уже вон, офлайн. Следующий будет, как раз, форум в Литве, в Вильнюсе, а потом, ну да, сначала будет там, через месяц, будет в Канаде. Я думаю, может быть, в Канаду удастся, да, приехать. А ну да. Вообще, вот я хотела бы тоже сказать, что, вот в Эстонии, да, там на конгресс приходили старейшины народов, коренных народов Эстонии, это Вира и Сета. И, вот, они тоже, в общем-то, как многие малочисленные народы, они испытывают определенные трудности, да, в том, чтобы сохранить свой язык, свой диалект, культуру, но, тем не менее, вот они, вот видно, да, как с такими проблемами, как эти проблемы решаются в нормальной, цивилизованной, демократической стране, потому что они получают поддержку государственную, им никто не запрещает, да, развивать свою культуру, свои традиции. Они обладают, действительно, своим самоуправлением, вот, они имеют возможность издавать книги, вот, что у нас имеет такое, у нас даже у Гурят нету такой возможности, да, хотя мы являемся, так сказать, титульным народом республики, но, вот как в прошлом стриме с Игорем Пронтином, он говорил, да, что, там, директор бурятского книжного издакса сказал, что в год издается пять книг на бурятском языке, вот, а сейчас даже меньше, потому что сейчас еще, еще хуже стало. Ну, просто видно, на этом примере видно, насколько, так сказать, у нас больная вот эта огромная империя, страна, и на самом деле как мало человеческого в ней, гуманного, потому что права коренных народов, права человека, это гуманизм, вот, а если ты отказываешь, как большинство, если ты отказываешь какому-то небольшому народу в сохранении своей идентичности, таким образом ты совершаешь преступление против гуманизма, именно вот этим, да, как раз-таки страдает основная часть населения России, которая поражена имперским синдромом, потому что когда запрещали преподавание на национальных языках, когда говорили, что, вот, например, бурятский детский сад нельзя открыть, потому что это национализм, это как раз-таки преступление против гуманизма, против гуманности, это не просто как бы, это не просто шовинизм, это вот именно вот, это отсутствие эмпатии, и поэтому нам, бурятам, да, нам, тувинцам, нам, башкортам, нам некуда больше уходить, потому что это наша земля, и если мы хотим, чтобы наш народ оставался на этой земле, это просто наша обязанность вот, встать и взять в руки вот это вот знамя, да, национальной борьбы, потому что иного пути больше нет, а вот, что касается вот невидимых народов, я бы еще сказала, в Российской Федерации есть такие народы, которые, ну, как бы, они не отличаются, от русских внешне, и поэтому как будто бы их нет, да, мы как будто бы их не замечаем, но на самом деле оказывается есть, и вот как раз таки в Эстонии тоже это стало понятно и видно, потому что есть очень много финно-угорских народов, которые, оказывается, есть, они очень, у них очень сильная идентичность, да, и вот одни из лидеров в лиге, например, эрзиане, вот, то есть, эрзиа, мокша, это два народа, которые живут в республике Мордовия, при том, что это название Мордовия было, так сказать, наложено как такая печать, потому что нету такого народа мордва, мордвины, нету такого народа, есть два народа, которые отличаются друг от друга, которые даже не понимают друг друга, потому что у них языки разные, эрзиа и мокша, а мордва это именно вот эта вот кличка, имперская кличка, и вот таких народов оказывается очень много, а мы, в принципе, в Бурятии, да, вот, ну, как бы мы не видим, что они отличаются, и мы думаем, что они русские, а на самом деле они не русские, тот же, например, профессор Валентин Рассадин, наш знаменитый, замечательный рингвист, который в Бурятии жил, в Улан-Удэ, и я его знала прекрасно, потому что он у нас преподавал, замечательный человек, полиглот, который создавал вот азбуку и, в общем-то, алфавит там, тофаларского языка, да, он прекрасно говорил и на монгольских языках, на всех практически тюркские языки знал, вот, ну, то есть человек говорил, наверное, в 20 языках, он же ведь был ирорец, он не был русский, он был ижорец, и он рассказывал, я помню, он к нам в гости приходил, они же работали с своим отцом в Бурятском научном центре, он приходил в гости и рассказывал про свое детство и говорил, я во время войны, в детстве мы жили, вот, ну, там вот, в Ленинградской области, да, у нас там жили узбеки, я играл с этим узбекскими детьми и научился говорить узбекский, и вот с тех пор у него вот это вот пошло, что он решил стать вообще лингвистом в результате, и я думаю, что именно потому, что он принадлежал к этому маленькому народу, который тоже борется за свою идентичность, за сохранение своих корней, вот у него возник этот интерес к чужим культурам, к чужим другим языкам, и он так много сделал для сохранения вот этого наследия. Земли, вот там, где московское княжество, да, вокруг, они действительно это земли финно-угорских народов, и вот те люди, которых мы называем русскими в основном, да, у них очень такое смешанное получается происхождение, потому что это, получается, русские, которые стали русскими, это манкурты финно-угорских народов, которые потеряли свои корни, забыли о своих корнях и стали русскими, вот такая, видимо, история там. Потому что, сколько я помню, Иван Грозный проводил переселение, то есть, когда он захватывал земли, он заселял эти города, допустим, тот же Великий Новгород знаменит, ведь они же совсем на другом языке даже говорили, Великий Новгород, и после, он же был захвачен и, можно сказать, 90% населения Новгорода Великого было вырезано же, ковид у них, и получается, что это произошло после захвата Казанского франца, и часть вот этих казанских татар, которые перешли на службу Ивана Грозного, были переселены как раз в Великий Новгород. То есть, оттуда этих, видимо, вот этих бояр переселили, видимо, ну, куда-то, в Москву или еще куда-нибудь. Таким вот образом все происходило смешивание и исчезновение детических суворов. Вот получается, что даже заменитый Суворова, он же оказывает где-то в Великом Новгороде родился, и у него корни как раз татарские. От казанских татарских происходит. Суворов, то есть, он тоже не русский оказывается. Суворов, в общем, если так копнем всех великих так называемых русских знаменитых людей, полководцев, то кто писал-то по скребетам русского и найдешь татарина что-то такое. Кто-то из писателя писал? Русская аристократия, русское дворянство, оно же состоит из нескольких волн. Первая волна это Рюриковичи из Скандинавы, вторая волна это татаро-монгольские дворяне, которые перешли на службу к московским князьям. И третья группа это уже так называемые немцы, которые приехали начинали например на службу переходить где-то приглашали их как специалистов при царе Алексея Михайловича и далее при Петре и потом уже при Екатерине и так далее. То есть вот эти три составных части русского дворянства. Славян там практически нет. ну да и русский язык в основном сделан на основе немецкого современный русский язык, который его создан. То есть практически это такие вот измененные немецкие слова. Ну и вкрапления тюркских слов огромное количество. Почему он так сильно отличается от украинского? В этом же как раз весь корень. То есть украинский он более славянский. Ладно, хорошо, нам бы главное теперь бурятский свой язык восстановить и чтобы он был языком межнационального общения в республике Бурятия. Как говорят на нашей родине это важно. Ну конечно это языковая проблема она вот многие вот сейчас наверное обратили внимание пытаются некоторые не будем указывать кто появились такие потуги что давайте будем заниматься языковым развитие культуры но не будем замечать что происходит война украинская против Украины не будем замечать что наши цеплеменники наши в имперской русской армии погибают огромное количество штурмов подавдеевка и так далее в Украине на современном используются наши народы в качестве хошара при Чингискане было такое понятие хошар как говорится в аромат хошар формировали монголы из других национальностей а тут русские стали придумывать малые народы чтобы их извести до нуля стали также отправлять вот такая ситуация поэтому многим хочу сказать вы тоже согласитесь что мы боремся за независимость нашей страны вот эти проблемы культуры язык и прочее их невозможно решить без политического решения нашего состояния нашего народа если не будет независимости а демократического государства от российской федерации или какое-либо другое название будет этой страны допустим когда-нибудь а к сожалению этого ожидать не возможно мы надеялись в свое время когда развалился Советский Союз что российская федерация будет реальной федерацией как немецкие земли федерации федерации или конфедерации швейцарских земель которые с разными языками франкофоны немецкоговорящие правильная жизнь но к сожалению такого при имперских традициях в России такого оказалось сделать если будет всегда центром Москва этого никогда не будет вообще реально пока Москва является центром имперской зародышем этой империи вот это моё мнение поэтому эти вот наши форумы в которых мы участвуем это позволяет не только нам но и другим народам и непосредственно так называемым русским вспомнить что они всё-таки имеют какие-то корни другие и что вот именно эти русские области и там и Дальний Восток Владивосток и так далее и Хабаров губернатор фургал вот эти более многочисленные скажем так нации которые себя называют русскими сейчас до поры до времени но я думаю в дальнейшем всё изменится они поймут у них самосознание поднимется таким образом что они всё-таки действительно вспомнят твои корни в этом да безусловно не только например национальные регионы просыпаются но и условно говоря русские регионы и я думаю что перейдёт что-то мы не знаем пока когда именно но вот мы чувствуем этот гул просыпающийся вау много лет назад уже в принципе говорили о сибирском сепаратизме дальневосточном лозунги покажем Москве и Сибирь хватит кормить Москву был же этот лозунг печально знаменитый хватит кормить Кавказ в Сибири сделали лозунг хватит кормить Москву я например смотрела фильм больше 10 лет назад документальный фильм нефть в обмен на ничего про отсутствие дорог про отсутствие инфраструктуры связей между регионами я раньше думала что просто это делается ну потому что как бы просто не хотят и все а на самом деле за этим стоит логика потому что имперский центр не хотел чтобы регионы были взаимосвязаны вот сейчас согласитесь да в США в общем-то это же абсолютно не централизованная страна нету такого что например надо лететь например везде из Вашингтона да вот ты хочешь куда-то полететь и обязательно тебе надо нет прекрасно можешь из своего региона вылететь выехать везде дороги страна связана между собой сетью дорог разных дорог а в России например есть транссибирская магистраль которая была построена при царе вот затем вот была попытка построить бам которая в общем-то ни к чему особо не привела потому что она оказалась нерентабельной там стоят вот эти вот сейчас поселки совершенно поставленные многие да и все а автомобильный дорог там тоже есть вот эта вот трасса да московская а вот между регионами там уже жесть потому что ну например из Улан-Удэ если захочешь ты полететь куда-либо да обязательно надо лететь вот куда-то в Москву например в Новосибирск нет у нас вот этих вот рейсов да где можно куда-то улететь или уехать если не поездом например а машиной ехать тоже очень ну все проблематично потому что не хотят чтобы были связаны я вот смотрела тоже фильм про как раз Байкал там был и вот этот вот самый опасный мост он как раз вот пролегает между Бурятией и за Байкальским краем в Обаму я не помню где есть этот мост но там просто вот без кроволола смотреть невозможно как едут там даже вот эта фура пытается проехать и думаешь ну все сейчас свалится и люди вот так вот живут из года в год десятилетия из десятилетия в десятилетия там не могут даже построить мост нормальный чтобы люди не рисковали каждый день жизнью своей там люди специальные ходят да вот по этому мосту они ходят это по-моему Муйский мост я не помню сейчас какой и вот так вот как бы ну как проводники перед машинами чтобы машина нормально проехала ну вообще что это да почему они строят например этот Крымский мост или там русский мост да на остров русский вот и не могут построить нормальный мост чтобы люди нормально могли проехать даже вот чтобы в больницу попасть например ну кто-то об этом говорит зато огромные деньги тратят на войну на захват Украины то есть представляете сколько денег можно было сколько нормальных дорог построить сколько можно было мостов построить и так далее я знаю в Якутске там по-моему с другим берегом да река Лена тоже моста нет это громадный регион одна пятая часть России по площади Якутии и нафиг они не нужны по-моему алмазы давай золото давай и так далее в общем в давние времена пушнину давай в общем все понятно в общем-то и так я думаю и поэтому и сейчас другая же новость прошла о том что какое-то федеральное агентство там по обзору чего-то не знаю межнациональных отношений или что-то как там с какой-то с нерусской фамилией руководитель сказал что именно почему-то Бурятия лидирует по настроениям как вообще вот есть связь с родиной Раджан что там вообще происходит по-моему у него фамилия Булатов я думаю что нас просто вот пытаются извести все это время начиная с царских времен Сталин пытался извести как говорится у него это не получилось до конца в общем-то нас растворяли растворяли в массе переселенцев в общем репрессия по нам прошла катком тем не менее мы сохранились а почему это все происходило потому что мы как раз расположены на этом хребте России узловой как бы участок транссибирской магистрали это Бурятия Байкальский край Иркутская обувь и плюс озеро Байкал граница с Монголией граница с Китаем и именно поэтому они боятся именно нас они боятся именно сепаратизма вот со стороны Бурят они боятся недаром они придумали это слово панмонголизм и пытались нас извести наших предков они обвиняли в панмонголизме расстреливали гноили в лагерях ну там шпионаж в пользу Японии панмонголизм две статьи именных Бурятских почему именно вот почему именно нас они так боялись почему они именно нас так хотели извести именно поэтому но вот раз как говорится у Сталина не получилось это сделать а у этой Кикимары дохлой тем более не получится в недавнем интервью украинскому канала там плохой профессор Торжо Дугаров сказал что оказывается Путина там какие-то там наши бурятские там бандиты в Питере побили однажды что-то такое он сказал и он теперь вообще Бурят ненавидит вообще-то до смерти Путина и вот он же даже долгое время вообще в Бурятии не приезжал помните когда визиты были вокруг Меркурс приезжает дальше через Бурятию дальше на Дальний Восток там не знаю Пчета там ну то есть в русские города а вот Бурятию он прям вообще не хотел приезжать вообще никак вот на 350-летие по-моему празднование вот это так называемое добровольное ухождение Путин тогда изволил появиться я помню тогда удивительный такие моменты ну может быть это и правда может и неправда на самом деле он просто он просто шевинист да Путин что там какая разница кого изводить грузин изводить там украинцев сейчас изводят да Бурятия тем более мы здесь просто действительно ключевой народ я всегда вот нашим рядом с тобой говорю вы не думайте что мы такой маленький народ мы крупнейшие самые крупные на тот период народ за Уралом вообще говоря коренной народ на всем на всем протяжении вот этого по численности понятно что говорят где-то лет 5 назад численность Саха стала больше чем Бурятия ну вся статистика на самом деле наверное наяверит нет основания да нашему Росстату о переписи населения скорее всего эти данные занижают по поводу Бурятия скорее всего да и завышает там процентное соотношение наверное называемых не Бурят в республике Бурятия или в наших регионах соседних хотя я точно знаю что последние годы вот за за Байкалом да точно Иркутская область еще более-менее экономически более-менее лучше ситуация в самом Иркутске а вот все что связано с Байкалом и на восток оттуда происходит огромная депопуляция населения люди уезжают в три региона Москва Петербург и Краснодарский край Владивостока Кабаровска Пути и Улан-Удэ три поэтому там идет очень сильная депопуляция населения пришло в основном конечно же так называемых русских поэтому говорить о том что у нас такая ситуация если вы ну вы давно в Улан-Удэ не были но если я последнее время когда был в Улан-Удэ до войны еще конечно это был 21 год я почему-то думал что вот это соотношение которое нам говорят количество бурят 30 процентов оно какое-то мне кажется неверное в Улан-Удэ уже достаточно большое количество бурят даже внешне идешь по улице и так далее это видно прекрасно поэтому наверное мы уже где-то 50 процентов потому что идет депопуляция русского населения уже очень быстро за эти годы Ельцинская потом путинского периода регионы же заброшены в общем никто не хочет здесь уровень жизни поднимать зачем каким-то бурятам уровень жизни поднимать пусть идут в армию и потом если надо воюет и погибает вот такая ситуация до войны наше население бурятское росло да вот я думаю что нам нужно все-таки пережить это время пережить это последнее испытание как говорил Ницше что не убивает делает сильнее нам надо выйти сильнее из этого испытания просто как народы у нас как бы есть союзники вот у наших народов да у наших регионов вот у сторонников независимости есть сильные союзники об этом не надо забывать тоже и форум он привлекает таких союзников и вот это вот один из организаторов как раз вот последнего форума и этого события это Януш Бугайский аналитик исследователь он написал книгу о развале распаде России я могу сказать например в Европе это например Анна Фатыга да депутат Европарламент также мы проводили этот форум в Сенате Италии вот ну то есть есть силы которые сочувствуют нам и которые нам помогают и мы в общем-то надеемся что эти силы будут расти в принципе это и происходит поэтому например организаторам форума конечно огромное спасибо за эту работу планомерную постоянную работу которую они проводят если говорить вообще в целом конечно эти форумы именно позволяют это возможность действительно представителям тех народов как-то их лидеры которые желают выступить и рассказать о своих чайниках своего народа допустим в составе нынешней империи российской ну как раз это площадка очень хорошая форум свободных он раньше назывался форум свободных народов пост-россии потом преобразовался в форум свободных государств пост-россии то есть это уже видите идеи которой никто не верил в начале войны в начале украинской войны все это звучало как фантастично а теперь уже в течение уже третий год войны идет в Украине и оказывается что эта идея становится более привлекательной для многих наших народов регионов форум позволяет дать возможность людям выступить со своими мыслями каждый форум я смотрю более и более детализируется то есть каждый следующий форум где идет детализация того как это будет происходить в реальности то есть так называемая дорожная карта того как Россия будет дезинтегрироваться вот это очень важно если к этому люди заранее подготовятся то соответственно эти процессы пройдут они достаточно гладко и безболезнен я думаю вот это мне кажется основная цель проведения этого форума и другие страны европейские страны Евросоюзы многие в начале помните же я помню как Раджана вы Руслан Габастов еще в Италии тогда спали и рассказывали итальянцам европейцам о том что есть такие другие народы оказывается вот здесь тоже ситуация такая интересная когда ты говоришь в Америке что ты из России ну и ладно в Америке еще как-то спокойнее какой-нибудь день в Европе скажешь что ты из России но они скажут вы приехали в Россию жить что ли там же русские живут других народов они даже не понимают что там какие-то другие народы и вот сейчас просто у меня знакомая есть в Испании она говорит что раньше когда я говорю из России все время удивлялись а теперь я говорю что я бурятка а наши земли завоеваны русскими вот так она теперь понятно для испанцев стало понятно они сами же были завоеватели в Южной Америке вот таким вот образом так что такие вот моменты в этом прогрессивности проведения данных форумов часто проводятся в году 3-4 форума проходят в разных странах больше представителей власти исполнительные кое-что у нас законодательная власть для этих стран участков европарламент и так далее японский парламент информация доносится одновременно как и для западных государств более развитых так и для тех народов которые сейчас находят в колониальной зависимости от Москвы идея идея создания многочисленных государств на территории бывшей будущей бывшей России уже становится такой нормализированным повсеместно Раджаня а книга Януша Бугайского она у вас есть? есть да сейчас я посмотрю она большая? это failed state которая да? да вот эта книга failed state понятно и она у меня подписана круто круто да тут написано Раджане с нетерпением жду независимую независимостью в Раджане о видите как вдохновляюще написано шикарно да да вот хорошо бы ее прочитать по-моему переведена а где это можно найти может быть ссылка какой-нибудь найдите надо погуглить наверняка на Амазоне она есть вы теперь в Штатах можете купить запросто спасибо большое и до следующих встреч спасибо до всем вам до БРТ БРТ субтитры Субтитры сделал DimaTorzok